Добрый день! Крутая погода сегодня и мы на маленькой комиссии нашей архитектурной. Я, Светлана и Ирина, в общем только отдел архитектуры. Мы уже заехали сегодня на детское кафе в парке, но про это я сниму полноценный отдельный ролик, расскажу. Также заехали в строительный магазин, купили кое-чего из материалов. Про это тоже расскажу отдельно, это такая будет наша полуволонтерская работа. А сейчас мы на тропе здоровья. Это моя любимая тропа здоровья, я здесь недалеко живу, часто здесь бываю и напротив рижских коттеджей такие крупные два провала в дороге. Совершенно случайно мы здесь же встретили Сергея Леонидовича из ДЭЛ. Они здесь устанавливают знак какой-то и привели его показать эти провалы. Он говорит, что эту яму уже заделывали, но заделывали как? Просто приехали и высыпали туда щебня с асфальтом. Никто не вскрывал это место и по тому причину провала не устранили. Процедура по устранению этих провалов будет такая. Выйдет комиссия, которая определит причину, причину этих провалов. Возможно причина в каких-то инженерных сетях. Потом профильное КП устранит эту причину, чтобы просто она не повторялась и обязана восстановить это дорожное покрытие. Ну, будем двигать это дело. Постараемся это в кратчайшие сроки исправить. Не должны быть такие ямы на тропе здоровья. Вот как раз девушка с коляской идет по самому краю. Второе место у нас на сегодня это Вухастый остров. Завтра будет открытие и мы пообещали поспособствовать в том, чтобы здесь появился пешеходный переход. Пешеходный переход, конечно, здесь нужен. Мы просто сейчас посмотрим, где конкретно на дороге он должен приходиться на площадку для выгула собак. А дальше просто согласуем это с полицией. Я все хочу в городе попробовать где-то эту бетонную парковочную решетку, через которые растет трава. И, возможно, здесь как раз тот случай, что ее можно попробовать, подходя к пешеходному переходу будущему и от него уже к самой площадке. Возможно, эта парковочная решетка бетонная будет кстати. Все равно девушки на каблуках не ходят выгуливать собак. В общем, у нас дилемма. Первый вариант это вязать пешеходный переход так, что его край попадает в край именно входа на площадку. То есть вот так и вот так. Но если спроецировать его на дорогу, то мы четко попадаем на то дерево. Дерево пилить не вариант. Второй вариант это вяжем пешеходный переход строго по центру площадки. Тогда человек, переходя по переходу, попадает на какую-то условную площадку перед входом и уже как-то наискось попадает во вход. Тогда, конечно, переход вяжется нормально между деревом и столбом. И, возможно, мы именно так и будем делать. Вопрос по дорожке, которая будет подходить к пешеходному переходу. Скорее всего, мы сделаем всего лишь одну дорожку поперек от Вильнюсского до пешеходного перехода. Все остальные с Рижского, Сталинского, которые будут выходить со своими собаками, они каждый переходят в своем месте и идут по этой зеленой аллее вдоль, пока не подойдут к дорожке, которая идет к пешеходному переходу. Все равно все собачники делают сейчас именно так. Поэтому просто дорожек для каждого мы не наплодим все равно. Дорога на Гуту и мы дошли до нашей любимой мусорки. И сегодня здесь, на удивление, очень чисто. И висит такое любопытное объявление. Уважаемые жители, убедительно просим вас не выбрасывать мусор возле контейнеров. По дороге будет проходить всеукраинский пробег. Будьте благоразумны, не позорьте город перед гостями. Ведется видеонаблюдение, давайте обойдемся без неприятностей. Я очень надеюсь, что все те, которые хотели выбросить сюда свой мусор, но не выбросили по причине этого объявления, не скинули его где-то на обочине. Очень на это надеюсь. Но вообще это место у нас, конечно, до сих пор нерешенное и с ним мы должны какое-то остроумное решение придумать. Раз люди возят сюда мусор, значит это уже хорошо. Нам надо просто создать правильную систему, правильный механизм, как это все убирать и содержать в чистоте. Мы буквально 10 минут назад шли и здесь ничего еще не было. Этих листьев не было. Было абсолютно чисто. Возвращаемся обратно и вот человек мешками просто сбрасывает сюда эти листья. Только вчера об этом говорили, за это человек не платит. Вопреки всеобщему мнению, нет в тарифе такого объема, как уже даже здесь навалено одним человеком. Этот объем в тарифе намного меньше. Но вот куча и я не буду показывать участок, там лежит еще такая же куча, которая сейчас через 10 минут тоже будет здесь. Потом работникам надо вручную погрузить это в автомобиль, вывозить куда-то на свалку. Это ведь все происходит получается бесплатно. Хотя вот прямо на баке уже висит объявление, что есть возможность свой мусор, такой, который не внесен в тариф, просто по-человечески, рыночными отношениями заказать и вывезти платно. Но естественно никто не хочет платить, если можно сделать это абсолютно бесплатно, подкинув в контейнер. Урна для собачьих какашек. Я точно знаю, что пакеты туда вешаются и сразу воруются. Перестаньте воровать, это пакеты для собачьих какашек. Либо какашки будут в пакетах, либо лежать у вас под ногами. Буквально недавно мы были здесь в составе большой комиссии, разговаривали с жительницей этого коттеджа по поводу наваленного чужого строительного мусора. И вот ничего не меняется. Жители говорят, что как и в прошлый раз, просто подъезжает машина, выгружает весь хлам и и уезжает. Это уже настолько надоело жителям по соседству, что они просто просят перенести баки уже на ту сторону. Ну и я их прекрасно понимаю, просто неприятно жить постоянно рядом с чужим мусором. Теперь снова приедут люди и уберут этот мусор, но за деньги всех жителей Славутича. Вот так это работает, когда не хотят люди платить свои, за них платят общие деньги. Мы заехали в Московске в коттеджную застройку по одному такому достаточно простому вопросу, но заодно у нас случилась беседа с жителями, которые здесь сейчас активно строятся, которые уже построились, живут здесь. Так вот они вполне резонно недовольны тому, что существуют вот такие брошенные участки, где когда-то давно начало строительство, но уже много лет оно стоит в незавершенном виде. Вообще почти голый котлован, лежит какой-то строительный мусор. Естественно, там бегают дети, это в принципе небезопасно. В общем, проблемы от этого самые разные и с этим вопросом, конечно, надо начинать разбираться. Не должно быть такого прямо в центре города. А в Московском мы вот по такому поводу. здесь такой кольцевой заезд, замкнутый, то есть автомобиль может заехать с любой стороны. Недавно здесь вызывали скорую помощь, она заехала вот оттуда, остановилась и не смогла проехать по кольцевому разъезду, потому что здесь лежал бетонный блок шпала железнодорожная. Мы, конечно, хозяина шпалы не нашли, приехали своей техникой и просто убрали эту шпалу с общегородских территорий. Ну, буквально через пару дней здесь образовался такой намеренный завал из палет. То есть кто-то просто не желает, чтобы кто-то кроме них ездил мимо их ворот. Несмотря на то, что это все-таки дорога общего пользования. Но мы подготовились в прошлый раз и у нас есть видеофиксация того, как туда складывали бездорожные намерения. Поэтому теперь мы уберем не за деньги новых платильщиков, а за деньги нарушителей. На сегодня частично план по нашей выездной комиссии мы уже выполнили. Осталось вот вопрос жителей, когда уберут металлические столбы, проезд Белийских коттеджей. Я, честно говоря, пока так не знаю на слух, где это, но мы туда заедем. Протопы в Добрынинском. Надо будет поехать в это место, посмотреть, действительно ли те протопы предполагают прокладку дорожки там пешеходной или это очередное проявление человеческой лени пройти там лишних 10 метров. Так, еще что сегодня было запланировано. Бакинский садик обмерить, помочь с ландшафтом. Все никак не могу туда дойти, пообещал людям, но уже неделю не могу исполнить обещание. Я туда доеду обязательно. Это сделали, это сделали, это сделали. И большая у нас трудоемкая, амбициозная задача это обмерить двор в Ереванском. Тот двор, где фонтан Самсон, где такой мини-парк, где мангалы. Его надо обмерить, сделать по деревку, чтобы была подоснова для последующего проектирования. Потенциально это самый красивый двор Слаутичи. Это розовый туф на домах, фонтан, мангалы, мини-парк свой во дворе. Принципиально задача превратить это все в полноценный небольшой парк. Там, где надо поставить парковый забор, чтобы люди не топтали со всех сторон, где-то переложить дорожки или проложить по-другому их. Вплоть до того, что запустить фонтан, который пусть не постоянно, но работает хотя бы на праздники, на выходные. Ключ к решению всего этого проекта это мангалы, как самая интересная фишка этого места. Достопримечательность, можно сказать, местная. И фонтан, как сердце всего парка. Вот вокруг них и будет крутиться весь этот ансамбль. Причем, что очень приятно, активист этого двора, там такая самоорганизованная группа сознательная. Они готовы помочь в обмерах и в любом деле по этому двору. Это очень круто и очень похвально. Это первый шаг к тому, что люди действительно хотят действовать и нести ответственность за то место, где они живут. Я обещал еще где-то неделю назад там побывать, но, честно говоря, просто не нашел для этого времени. Но я очень хочу начать этот проект и закончить его. Это такой интересный, крупный проект. Я прям с нетерпением жду, когда к нему приступлю. Так что, ребята, мы скоро там будем, спешим на помощь. Все, пока!